Ущерб на 11 триллионов рублей, и это только первый аудит Минобороны. Треть бюджета страны ушла неизвестно куда. Министр обороны проводит аудит вверенного ему ведомства и выявляет все больше фактов коррупции со стороны высоких чинов. Чистки Белоусова не останавливались и пока не планируют останавливаться. Белоусов только начал. Министр обороны России Андрей Белоусов с верными людьми провел аудит расходов Министерства обороны за последние годы. Уже сейчас в ведомстве обнаружены огромные растраты в размере около 11 триллионов рублей. Фактически, речь идет о третьей расходной части бюджета нашего государства за минувший 2023 год. И эта сумма безвозвратно потерялась именно в Минобороны. Стоит ли говорить о том, как это могло сказаться на ход всей спецоперации и на снабжение наших ребят, рискующих жизнями и проливающих пот и кровь на полях сражений против КВСУ и стоящим за Киевом блоком НАТО. Сам факт обнаружения подобных растрат и публикация данной информации говорит о том, что Белоусов намерен выкорчевать казнокрадов из Минобороны. И неудивительно, сумма освоенных высокими чинами денег, просто астрономическая для рядового гражданина нашей страны. И все это было обнаружено только в первые полтора месяца, как Андрей Белоусов встал на пост главы Минобороны. Стоит ожидать дальнейших проверок и выявления новых фактов коррупции и повальной неэффективности в нашем военном ведомстве. Теперь всем становится понятно, зачем президент России Владимир Путин дал это важное назначение Белоусову. И Андрей Ремович останавливаться явно не собирается. Более того, это только начало. Чистки продолжаются. Уже стали известны и личности людей, ответственных за утрату столь огромных финансовых средств. Одним из них оказался Дмитрий Тришкин, который занимал должность главы военно-медицинского управления в Минобороны. В ходе аудита его деятельности были выявлены крайне крупные нарушения. В данный момент Тришкин подал в отставку. Примечательно, что свою должность он занял в 2017 году. Но при новом министре обороны продержался не более месяца. Также силовиками был арестован начальник управления Департамента Министерства обороны РФ по обеспечению государственного оборонного заказа Владимир Вертелецкий. Его подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями, что нанесло материальный ущерб государственной казне на 70 миллионов рублей. Был помещен под стражу и начальник главного управления связи вооруженных сил России Вадим Шамарин. В СИЗО также находятся замминистры обороны Тимур Иванов и Юрий Кузнецов. Всех их подозревают в масштабных коррупционных преступлениях. В данный момент следствие продолжает исследовать документацию Минобороны и преступные схемы всех задержанных не исключено, что в скором времени мы услышим о новых задержаниях или громких отставках. Белоусов настроен решительно. Вполне возможно, что по итогу расследования всех коррупционных схем будет начато преследование против экс-министра обороны Сергея Шойгу. В соцсетях распространяется информация о том, что Белоусов уже представил доклад Путину по поводу первых результатов аудита. Помимо задержаний, отставок и всех фигурирующих, в делах по растрате денег личностей выяснялись проблемные направления для нашей армии. Острый дефицит разведывательных спутников оптической разведки. Отсутствие у бронетехники противодроновой защиты Арена М. Отсутствие массового производства беспилотников Ланцет ОМПК Краснополь. Не хватает нашим войскам и самолетов ДРЛО. А недавно разработанный А-100 Премьер до сих пор не прошел испытаний и пылится в тылу в единственном экземпляре. В этом плане мы серьезно отстаем от наших врагов, которые используют разведанные США. В России не стартовало производство самолетов, оснащенных РР и РЭП. Они бы позволили нашим войскам обезопасить воздушное пространство страны от вражеских и условно-вражеских дронов. Наши ВКС так и не были оснащены прицельными контейнерами. Последняя оптика подобного рода поставлялась в наши войска 12 лет назад практически в другую эпоху. И это при том, что сейчас данными устройствами оснащается военная авиация по всему миру. Также военкоры и аналитики сообщают, что у наших войск не хватает БТР и БМП для безопасного перемещения пехоты в зоне боевых действий. И тут в пору задать вопрос, а какие документы положил Сергей Шойгу на стол Владимиру Путину при планировании СВО, о чем экс-министр обороны отчитывался, осознавая риск начала глобальной войны. Но тут главное не это Шойгу даже не удосужился провести необходимые кадровые перестановки после того, как спецоперация стала долговременным конфликтом. И тут волей-неволей вспоминаются выступления основателя ЧВК Вагнер Евгения Пригожина, который с разгромной критикой накидывался на Минобороны и его руководителя. Тогда многие придворные журналисты пытались смазать и замять оглушительные обвинения в адрес экс-главы военного ведомства. И восхищались так называемыми кузьмичами-солдатами, которые делали свое дело в условиях тотальной нехватки ресурсов. Будем надеяться, что Белоусов наведет в Минобороны порядок и наши кузьмичи поедут в бой с лучшим оружием, в лучшем обмундировании и на лучшей военной технике. Так и победит.